Что же опять тут мне звонят? У вас долг за вывоз мусора. Срочно погасите задолженность. В противном случае мы будем обращаться в суд. Господи, как же мне надоели уже эти звонки. Ну как от вас избавиться? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С 2019 года мы ведем деятельность на Волгоградской области. И актуализация лицевого счета – это долг каждого жителя Волгоградской области. Что не делают жители, наше население? Они не закрывают лицевые счета при продаже квартир. Они нас не извещают, что они прописали кого-то, выписали. Если, не дай бог, какой-то родственник умер. То есть мы об этом не знаем. Они нас должны извещать согласно законодательству, потому что это прописано в постановлении 354, что в течение пяти дней вы должны закрыть лицевой счет или его актуализировать. Именно коммунальный счет. Речь идет о коммунальном счете. Этого не делают у нас. Человек продал квартиру, съехал, заплатил долги даже, может быть. Заплатил он долги свои. Показал квитанцию, что на момент продажи он долги заплатил. И уехал со спокойной душой. Новый собственник въехал, поплатил какое-то время по его квитанции, а потом говорит, ну, мало ли всякие ситуации могут быть. И перестал платить. В итоге мы кого ищем? Старого собственника. Почему? Почему? Потому что он не закрыл лицевой счет. И мы о новом собственнике не знаем. У нас такой информации нет. Пока человек сам придет, скажет нам, предоставит документы. Вот документы по продаже квартиры. Вот документы собственности квартиры. «Я новый собственник или я старый собственник, я закрываю лицевой счет». Только таким образом перестает начисление быть на старого собственника, и открывается лицевой счет на нового, и уже его долги, и, соответственно, с него мы будем и взыскивать. Пока мы не знаем, что произошло изменение в лицевом счете в недвижимости, то, соответственно, мы не сможем ничего как бы предъявить новому собственнику, потому что мы о нем не знаем. У нас есть несколько каналов предоставления документов. Можно предоставить документы через личный кабинет ИВЦ ЖКХ и ТЭК, на электронную почту ИВЦ ЖКХ и ТЭК, так как они являются все-таки нашим расчетным центром. Документы на изменение лицевого счета предоставляются нам. Мы изменяем лицевые счета, это через почту России, Новороссийская, 5, можно прислать документы. Это наш сайт, обратная связь, туда можно вложить документы и написать. Он очень довольно-таки информативный, там очень много ответов на те вопросы, которые нам задают. Сайт «Ситематика Волгоград», там очень много информации для жителей. Там расписаны, какие документы нужны, какие заявления нужно писать и что нужно прислать. Они, когда через обратную связь пришлют нам документы, мы, естественно, их рассмотрим и актуализируем лицевой счет. Это может быть и местное отделение МФЦ в области, это может быть по Волгограду ИВЦ ЖКХ и ТЭК, ОРН, это отделы по работе с населением. То есть несколько вариантов передачи документов к нам, копий. У нас нет штрафной станции, у нас есть пени, как у любой коммунальной услуги. И эти пени начисляются согласно четкого законодательства. То есть то, что касается пеней, есть законы, которые начисляют данные пени, и, соответственно, они начисляются. Вот сейчас идет акция, если человек оплатит должник, полностью долг погасит до 31 декабря, то есть до конца года, мы все пени аннулируем. Есть рассрочка, она рассматривается индивидуально, ну, в общем, нужно подать заявление опять через сайт, через обратную связь. Пишите, и будет рассматриваться. К нам офис вообще можно не приходить. Мы изначально построили свою работу, согласно, стараясь, чтобы максимально удобно людям было, максимально менее затратно по времени предоставлять документы для того, чтобы актуализировать лицевой счет. Оплачиваем мы за прошедший месяц до 10-го числа текущего месяца. То есть если сейчас с 1 по 10 декабря, мы оплачиваем за ноябрь. То есть с 11 декабря, это уже считается должник, за один месяц, за ноябрь, если он не оплатил. У нас прописано законодательство, принцип начисления, то есть на собственника, если никто не прописан. И, соответственно, на прописанных, на количество прописанных. Есть тариф, приказ номер 21, это комитет тарифного образования, тарифного регулирования Волгоградской области, администрации. Там прописаны тарифы для нас, мы сами их не выдумываем. И дети тоже считаются? Дети считаются. То есть все прописаны. На количество прописанных. Когда у нас вопрос задает, человек имеет две квартиры, в одном он собственник, в другом он прописан? Почему я должен платить там, где я собственник, если там закрыта квартира? Там никто не живет. Ну, тоже прописано законодательно. Мы не можем куда-то в сторону отойти, что-то сами придумать. Там четко 354-е постановление правительства. Четко написано, что оплата коммунальных услуг начисляется или на собственник, или на прописанных. Если прописанных нет, значит на количество собственников. Все, третьего не дано. Мы не можем взять и не начислять. Просто не можем. Для того, чтобы понять, он там один собственник или 50 прописанных, понимаете, он должен предоставить эти документы. Мы верим, конечно, клиентам, что они предоставляют всех прописанных. Мы требуем это, чтобы они предоставили паспорта и доказали, что там вот такое количество прописанных. Вот, чтобы честно на эту услугу, на данное домовладение или данное МКДшное, квартиру начислить. Ну, если, предположим, человек не предоставляет нам ничего, то мы о нем ничего не знаем, но лицевой счет на данную квартиру есть, в этом лицевом счете есть номер телефона, мы будем звонить. Пока вы не предоставите нам актуальные данные. Продолжение следует...